Всем привет, дорогие друзья! С вами Байя Майя, продолжаем с вами проходить игру по названию Ведьмак 3D. Кого тут у нас уже 36-я часть проходения, но что-то мы продолжаем. Что-то как-то быстро время летит, уже 36-я серия. Как же, блядь. Такое ощущение, как вот я только-только начал проходить. Как же затягивает жёстко. Я просто в шоке. О май гад! Оу. Давайте мы выполним... Что будем в этой серии выполнять? Да. Сколько же мы провалили? Вот я дебилоид. Да, да. Это мы выполнили. Ведьмачьи заказы. 33-й. Это 29-й нужен. Ни хрена себе. Давайте всё-таки продолжим просто упомянуть здесь вот это. Принять участие в скачках. Давай это выполним, что ли. Так. Сюда нам. Погнали. Ну, где там нас скачки-то? А, они здесь. Спрятанное сокровище. Это потом как-нибудь возьмём. Когда у нас будет 100-й левел, да? Будем поднимать. Боже, 100-й левел. Это сколько нам нужно будет херачить? Это вообще жопа будет полная просто. Так, плотва ко мне, давай. Моя слазенька-роденька потуска, давай. Медалья он дрожит. Это место силы. Место силы. Зачерпнём силу. И погнали дальше. Выполнять. У меня сколько, кстати, крон? 10 тысяч, нормально. Шевелись, плотва. Надеюсь, на жизнь хватит. Здесь, в Димаке, я там. Ну, мы так нормально собирали уже там. Продали всякое. Ни хера себе. Тварь. Чё, как мы? Много у вас здесь, а? 100 давлю. Белые волки тоже поинтереснее. На месте. С вас можно и мясо пособирать. Это же вообще отлично. И опыт собирай, да? Вообще нормально. Погнали дальше. Это сколько нас опыта. Нормально, нормально. Опять эти волки? Чё, как много? Тратить время на них, а? Пожалуй, не буду. Давайте перемещать и в скачках. Ты справишься, Эггер. Хорошо, что ты здесь. Нам для скачек не хватает одного человека. Не хочешь поучаствовать? Можно начать? Конечно, хочу. Тогда давай в седло. Люди, у нас есть третий. Вместе с Лысым Сигги и Эггером рыбаком поедет Геральт из Риви. Мечи за спиной. И чего только люди не вырубают. На! Быстрее! Быстрее! Ну это языкатка, походу. И гроза такая, блин, капец. Атмосферненько. Это всё, на что ты способен? Быстрее не можешь? Нет. А ты сам ты можешь быстрее, чувак? Я просто первый. Пока что будем. Это всё? Вот и всё. Ну скачки такое себе здесь. Тут этого мне это. Была бы гонка какая-нибудь, надо потом... Слушайте, люди! Выиграл Геральт из Риви! Ты покрыл себя славой, ведьмак. И заслужил прекрасную награду. Спасибо. Так, что у нас там? 25 очков опыта. И... Кроны. И... Седло. Седло получили. Так. Давайте посмотрим на седло. Улучшенное, походу, да? Что-то. Энергия 60. Энергия 70. Но у меня получше, конечно, это да. Это прям 100%. Такая-то награда. Но хотя бы крон получил опыт. Дальше идём. По заданиям. Про Керис. Блин, прикольная песенка. На фоне. Хереть. На, пошла. На, пошла. Эй, не застревай. Дружище. Да, напоминает мне Skyrim прям тебя. Эх. Skyrim, Skyrim. Менюшка такая же прям. Загрузки. Надо потом всё-таки Skyrim поебать. Я че сказал? Поебать. Поиграйся. Слушайте, может новую встречку сделать? И че за спиной? И че? Только лебеды мы что-ли? Мне уже хватит. Домой иди. А ты, сука, кто такой, чтобы мне говорить, что я должен делать? Сделай мне прическу, чувак. Чем могу помочь, путник? Ты не подстрижёшь меня, волосы уже в глаза лезут. Ага, в глаза. Бороду. Бокембары. Бокембары. Всё у нас получится. Херня. Херня. Наверное, я вернусь её. Это херня какая-то. Так повыше смотрится. Длинные волосы уже в глаза. Прическа эльфа-минцева не хотела смотреть. Херня. Блядь. Да ну нахер. Ха-ха. Не. А хотя? Хотя я оставлю. Ладно. Пусть будет так. Новый имидж у нас. Ух ты, какой. Окей, буду таким. Нет, так нормально. Прикольно. Окей, окей. Помилели мы имидж, короче, ребята. Будем привыкать, что. Так, как-то мне нужно попасть. Как-то войти туда. Яблочный сок. Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать. Время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, Ярл. Нет. Я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака. Хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Керис. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да. Она была здесь. Где она? Что? Керис. Где сейчас Керис? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Ты что, офигел что-то? Я должен знать. Я ищу Керис. Ты знаешь, где ее найти? Надеюсь, она пошла в деревню. Она давно нас не навещала. И хотела поговорить с людьми, но... Но что? Я опасаюсь, что она могла отправиться в старый дом Ярла у Дальрика. Хотя я пытался ее отговорить. Люди клана Броквор стыдятся Анкрайтов? Не в этом дело. Это странное место. Люди говорят, что там водятся призраки. Отлично. Обожаю проклятые дома. Только что там понадобилось Керис? Перед выходом она долго разговаривала с Ярлом. Кажется, она хотела ему помочь. В чем? Прости, я должен идти к нему. Отличное начало. Что с ним происходит? А помните, как в заливе Сольве нас застал шторм? Поискать Керис. В каком-то заброшенном доме. Избранник богов выполняем. Вот бы мой Слен был таким героем. Ты останешься здесь подольше? Ну, погнали. Что-то здесь найти должно, да? Это ее следы? Свежие следы. Ле, а может это Кериса здесь не так? Тут призраки. Е-мое. Нужен ключ здесь. Нашел. Ага. Ключ от подвала. Ага. Сейчас, погоди, тут еще осмотрю. Керис. О, Боже. Она потеряла сознание. Надо ее вытащить. А что подвалит, интересно? Что? Что случилось? Где я? Ай. Голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Краха тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу удальрику. Меч. Где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна. Ты должна объяснить мне, что тут происходит. И при чем здесь меч? Это Броквар. Родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну. То есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиге. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел три дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. Отец, наверное, думал, что совместный поход их примирит. У нас морские походы это лекарство от многих болезней. К сожалению, в этот раз вышло иначе. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила, но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Значит, ты думаешь, Акки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Акки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если всё дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Акки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. Ай, и речи быть не может, я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь, и пойдём вместе. Найти меч. Я, кажется, знаю, где его искать. Наверное, здесь. Призраки какие-то. Еее. Это ещё что? Что такое было? Хрень какая-то. А теперь я хочу посмотреть на меч. Ебать. Неужели мой... Да, мой серебряный меч оказался лучше. Ни хрена себе. Так ты нашёл меч? Нашёл. Ну, веди. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но... Я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. Ты о той истории с Йеннифер? Это давно было. Ещё до того, как Крах встретил твою маму. Хм. Но вы с Йеннифер уже были? Знакомы? Ой, Йеннифер всегда всё было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто запахи. Не нравились лёгкие пути. Ты ведьма, верно? Вот это галанты. Не то, что мой область своё. Давай я с тобой. А где Йеннифер? Не знаю. А что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего. Ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот они. Ужасно светло. В глазах колет. Свежий воздух пойдёт тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Боюсь, мы слышали, о чём вы говорили. Ничего. Тайны тут нет. Все на островах знают, что Ярл дайвик слышит голоса богов. Те голоса, которые ты слышишь. Голоса богов. Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Акки. Мы пришли к выводу, что... Что Боди опечален на его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я... Я не хотел. Акки упал в воду. Я... Боги разгневаются. Я помогу тебе. Я обещаю, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы их не разгневать. Послушай, ведьмака Аяру. Боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Акки. Ребёночек маленький, ничего себе. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Акки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Акки обрёл покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги. Боги будут в гневе. Я чувствую это. Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернёшь меч. У Аки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да. Родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. Чё, поплыли в там? Серьёзно? Ни хера себе. Будь жёстко. Опять будем плыть, видим очёк. Чего ты здесь ищешь? Место. Ооо. Кого я вижу? Наш 21 левел, точно. Зелёный какой-то, нихера себе. Чего, сколько-то, а? И зам. Место. 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 о что-то здесь есть спрятано сокровищ интересно застала новое задание не только орлы должно быть здесь под водой ты изи а вернуться все понятно а там еще сокровище какой-то погоди башня за ниоткуда 30 левел нужен и и и и и и Ху-ху-ху. Посмотрим, да вы это что-нибудь или нет. Пора возвращаться к удальнику. Погоди. А что наше задание вообще? Я видел задание. Да, вот точно. Сирена, нахер. Тварь. Просто из-за майкера. А теперь давайте искать сокровища. Штаны-убийца. Штаны-убийца. Сапоги. И штаны-убийца. 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 46. Мои цапоги намного лучше, да? Да, это намного лучше. так давайте вернемся скажем ему там все чем она что это что пугаете творим не знаю никого столь смело что происходит удалерик голоса вели ему выколоть себе глаз что зачем ты это сделал дурак ты такова была воля богов это жертва за акки чего зимой хотели боги ты помнишь что они тебе сказали они были в гневе голос сказал ничтожный человек ты не помог акки а теперь не поплыл молить о прощении выколи себе глаз страдай и скорби за все зло которое ты совершил когда с тобой говорили боги сразу как я отплыл вскоре после этого меня одолела дремота я лег тогда они объявили мне свою волю они всегда обращаются к тебе когда ты спишь всегда и что ты тогда видишь они призывали тебя в какое-то конкретное место в мой старый дом они велят мне зажечь факел и говорят из тени ты сказал что боги обращаются к тебе из тени поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет в моих снах иногда я вижу их силуэты когда факелы горят достаточно ярко это великая честь видеть богов может если бы в доме было светлее ты видел бы их и наяву обычные люди недостойны смотреть на них боги ждут от тебя только страдания только оно и мы мило потому они хотят его все больше что это его преследует не дух брата я вернул меч но ничего не изменилось так что с ним мы можем поговорить где-нибудь наедине пойдем в комнату для гостей чё за тень демон нихрена ну так что это хим существо которое появилось после сопряжения сфер он присасывается к человеку который совершил низкий поступок годами он жирует на его боли подпитывают угрызение совести и в конце концов вынуждает наносить себе увечья звучит невесело его можно как-нибудь одолеть теоретически есть два способа ведьмачьи бестиарий говорят что нужно провести ночь в логове хима вместе с его жертвой то есть прокрытом доме место скверное но ты должно быть ночевал в местах и похуже одной ночевкой дело не обойдется нужно как-то выманить хима он должен выйти из тени показать себя только тогда можно будет его ранить и наверняка он захочет с нами рассчитаться и видела у далика это будет нелегкий бой а какой второй способ хима вроде бы можно обмануть нужно притвориться что делает что-то ужасное когда он перепрыгнет на новую жертву когда хим поймет что его обманули ему придется уйти надо попробовать я не знаю никого у кого бы это получилось может никто не смог придумать подходящую ложь я знаю что ты сомневаешься но давай хотя бы попробуем обмануть хима это может оказаться не так просто впрочем оба способа не идеальны то есть удальник может не выдержать целую ночь в логове хима ты думаешь что хим захочет его убить нет он не станет убивать кормиться но яру истощен дом вызывает у него болезненные воспоминания хим попытается вытянуть все что сможет и чем больше боли он причинит удаль реку тем сильнее станет и тем опаснее для тебя а что другой способ хим демон их очень трудно провести к тому же обманщик не должен знать что обманывает как это хим цепляется к человеку совершившему какой-то низкий поступок возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями если обманщик уверен что не совершил ничего дурного хим это почувствует то есть если одному из нас придет в голову мысль что делать он не сможет рассказать о плане другому так иначе ничего не выйдет именно оба способа кажутся мне рискованными но я по-прежнему думаю что надо прибегнуть к обману не знаю я не уверен только не говори что в таких вопросах ты обычно советуешься с йеннифер если мы ничего не придумаем ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи попытка не пытка попытка на решение единственное место где мы можем что-то сделать это логово хима проклятый дом но веди не стоит медлить надо попытаться ух ты нифига себе 550 очков опыта нужно осмотреться изящная работа должно быть печника приглашали с большой земли без за по 2000 надо е-мое ты жестко что цири цири нет это невозможно что зараза обманут отпугнуть меня хочешь это хорошо значит боишься боится я подумал типа такой разбитое зеркало должно быть удальрик боялся увидеть хима за спиной жесть старая колыбель наверно тут спал маленький удальрик или акки что это ты придумала что-то да у меня есть план и очень надеюсь что он сработает о подробности цири 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 меня здесь я скоро вернусь это король в логере ты сам сказал что не должен знать подробностей большего я не могу сказать просто верь мне я тебе верю надеюсь ты знаешь что делаешь я тоже можем начинать я готов хорошо я скоро вернусь а ты пока затопи печь так несколько часов спустя вон она старому дому бежит держи возьми я живу в печь верь мне печь осторожней с ребенком отдай мне ребенка клади его в печь давай же в печь ты серьезно что я наделал что сделал я ей поверил еще можно сдаться какие же выбора были все с посохи с еще с с с с с и с и в и и она ведьмак не совершал чужого ребенка нет ни вины не отчаяния только облегчение ты попался уходи хочу за ребенок был все кончено да мы обманули хима он решил что я убил твоего ребенка и ушел от тебя чтоб присосаться ко мне и питаться моим чувством вины но увидев что ребенок целый невредим хим исчез ты свободен яру свободен хим ушел а вместе с ним и голоса которые мучили тебя идем отсюда и пес мой квест а сейчас ребенок что там что происходит у меня в голове вихрь будто я водоворот попал геральт ты сказал что все кончилось он истощен со временем рассудок вернется к нему что что я теперь буду делать и ты растерян но успокойся это пройдет я чувствую будто из меня что-то вырвали это нормально хим был паразитом они крепко срастаются с жертвой поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту но не беспокойся через несколько дней или недель ты будешь здоров спасибо наверное прощать лучше я его провожу кажется он не в себе разумно а потом что-то будешь делать останусь здесь еще на пару дней уверен что с ним все в порядке а ты останешься на спикероге не знаю мне тоже надо привести мысли в порядок енифер наверное уже извелась да что тебе да енифер ты который раз про нее вспоминаешь да ничего просто я заметила что вы очень единодушный хочешь сказать я у нее под каблуком и ты не исключение наверное все мужчины неотесанный рыбак со скеллиги отважный рыцарь суровый ведьмак каждый из вас в конце концов дает себя укатать во всем слушает женщину а ты храбрый поверил мне незнакомой девушки не каждый на такое решится только не рассказывай об этом по всем островам не хочу прослыть под каблучником до свидания геральт до свидания и выполнился тирк квест 750 опыта можем поговорить давай жаль когда умирает такой человек как брэн все говорят что он был добрым королем Потому что об умершем иначе говорить не годится Значит ты с этим не согласна Бран всю жизнь провел в море А в его отсутствие распри разъедали острова изнутри И люди злились, что некому разрешать их споры Но потом Бран возвращался с добычей, устраивал пиры Мед лился рекой, и люди снова его любили Будь здорова Так, ладно, давайте выполним следующий квест Так Дополнительный квест, что у нас там еще? Волчь из куря Ни хрена себе 4000 метров Жесть Ча попробуем Мы служим той, что вечера, мать из того Попробуем выполнить Мне сюда А, я не выполнил до конца, типа Все-таки должен избавиться от него Вот оно как Так Так, поговорить о проклятии. Эй, поднимись наверх. Ты же можешь, я знаю. Ты чё нахер? Ведьмак. Охеревший. Ключ, Рамун, сука. Где ключ? Ничего, да? Всё моё. В общем доме. Ящик. Но ключ, где ключ? Молчи. Он ещё больно. Рамун, ворюга, бандит, сукин сын, никчёмный ублюдок. Я найду ключ. Без тебя. Баран. Дурная башка. Эй. Я тебя чую. Будь ли вкусный. Ты охренел? Может, потом его? Используй весьма я чусь её. Давайте найдём ключ. Вот, наверное, где-то здесь. Снизу тянет. Похоже, там пещера. Ох, ну его. Да, погоди. Я пока не хочу себя убивать. Да, блядь. Поднимайся наверх, дурак. Дебилоид. Мне бы ключ ещё взять. Так, давай Значит мне наверх нужно подняться сейчас Это сто процентов Не, ну на самом деле стало интересно, что за ключ Реально Ну-ка Ну, поплыви, че Сейчас узнаем Хватит ли мне воздуха, блин Плыви быстрее Есть Длинный коготь какой-то Кости провалились через щель Много лет назад Я взял ключ Ты посмотри Охренеть Отпереть дверь теперь Давай отперем дверь Там что-то мы найдем Полюбасу Открыли 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 Ни хера себе, это его дневник, что-то там записывал. Карта Гвинт! Охереть! Это не зря я открыл всё-таки. Так, ну теперь давайте... Да, это намного лучше. И карта у нас или нормально? Всё-таки сначала я поговорю насчет того. Вот там вот, да? А потом мы сейчас избавимся от него, наконец-таки. Как мне отсюда выбраться? Да блин! Да блин! Наконец-то. Так, ну-ка, платва, посмотрю на тебя. Нормально. Вперёд, платва! Сейчас мы узнаем о проклятии. Нормально. Нормально. Я всегда думал, что вы, бедмаки, будете делать, когда переведутся все василиски, лешие, великаны, да? Ты не уважаешь наши обычаи! Ты и это великолепенник! Я уже не знаю. Мы можем поговорить? Не видишь, я корабль готовлю. Идём на Нильфгардских собак охотиться. У меня на уме добыча посерьёзнее. Моркварк. А-а-а, такие и значит пироги. Ну спрашивай, во имя Фрей. Ты видел, как Моркварк напал на рощу. Говорят, только ты и выжил. Верно. Чудом только спасся. Видать, в тот день Великая Мать хранила меня. Хм. Значит, на жриц ей было наплевать. Выходит, что так. Моркварк связал их, а потом перерезал им глотки, как жертвенным лошадям. И хохотал. Понимаешь? Он хохотал. Но верховная жрица Ульве прокляла его с последним вздохом. Ты озверел. Так останься же зверем навечно. Святая женщина. Лжец. Что? Клянусь Великой Матерью. Не строй себя святошу. Я знаю, что ты был в дружине Моркварга. Так-так. А ты умный. В одном только ошибся. Это вот моя команда. Крепкие парни. Вооружены до зубов. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Жду не дождусь. Ну и? Что ты задумал? Подожди немного, и сейчас увидишь. Раз, два, три. Ты, Седой, умри. Вперед! Давайте убьем, Лада. Не стой! Так. У этого и щит, нахер. Я его обезглавил, нахер. Я руу, это не понравится. Быстрее! Все вместе! Я руу, это не понравится. Войн с Келлиги. Да ты знаешь, перед кем ты задаешься! Ну как мне избавиться от него, а? Ты посмотри, а! Наконец. Проклятый клык. Погоди. Это ведь для задания. Это ведь для задания, да. Значит, его как-то можно по-другому спасти. Что я должен сделать с этим проклятым клыком? Шевелись, плотва. От чудовища. Сейчас мы к нему подойдем еще. Поможем ему. Лучше просто вот проблеме его разобраться полностью. Чем просто убивать кого-то. Может, как-то ведь по-другому можно сделать. Спасти его. Я так и сделаю сейчас. Ну, где-то там. Одно. Ну, где-то там. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для задания где? Мясо волк-лака может... Ему дать... Кусай, это должно снять проклятие Ты говорил то же самое в прошлый раз Сейчас все будет иначе Вот увидишь Лучше... Пусть правда... Я не то порву тебя на куски Что... Что ты сделал? Скормил тебе твое собственное мясо А проклятие этого не допускает Сукин сын Это и обманул меня Лжец Нисколько Ты хотел, чтобы я снял проклятие? Пожалуйста Погоди Погоди Волчь в шкуре Че, его спал что ли? Я не понял Я не понял Я не понял Что ты делаешь? Я не понял Продолжение следует... 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 Ну, конечно же, мой лучший. Медведи охренели совсем, а? Сколько здесь убили? Напали. Надеюсь, вот никто у них не умер. Из детей, типа. Это будет жестко очень. Уже 22 уровень, охереть. 300. Типец. Дайте тряпку! Нужно остановить крот! Быстрей! Отец. Отец. Возьми плащ. Держись, сын, и выберешься. Как меня акула однажды... Хальберн! Он умер. Крах, откуда взялись эти медведи, а? Отвечай! Как ты говоришь с моим отцом? Убери меч, щенок. Не то Крах тоже лишится сына. Ты оскорбил меня, Лугас. А теперь угрожаешь моему сыну. Я тебя этого так не оставлю. Ну так иди. Давай! Я забью тебя, как бешеного пса. Тихо, тихо! Довольно уже пролито крови. Кто-то привел сюда медведей, чтобы они убивали наших сынов и братьев. Мы не сможем вернуть их в жизнь. Кто это сделал? Но мы можем и должны за них отомстить. Этот груз ложится на хозяина и его детей. Пипец. Найдите виновных, Анкрайди. Найдите и убейте. Иначе ваш рот будет проклят до сотого колена. Надо опять помочь. Ах, зараза! Скверно все вышло. Мягко сказано. Надо поискать какие-то следы, приметы. Может, что найдем? На это нет времени. Я отлично знаю, где искать виновных. Погоди! Ты с ума сошел? Ты хочешь зарубить кого-то, прежде чем мы узнаем, что случилось на самом деле? Узнавай себе, что хочешь. А я пока смою позор с нашего рода. Эй! Ярлы тебя уже не слышат. Перестань играть в героя и подумай. Речь идет о нашей чести. Ты меня вообще слушаешь? Кто впустил сюда этих медведей? Ответ на вопрос, кто за этим стоит, находится в этой зале. Ты права, Кирис. Я помогу тебе. Спасибо. До встречи. Я вернусь с головами предателей. Я останусь здесь. Кто-то должен всем этим заняться. Позвать знахарей, выдать тела родичам. Волк, спасибо тебе. А мы получаем новый квест, да? Ты видел когда-нибудь что-то похожее? Нет. И надеюсь, что не увижу. Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись, ели, пили. И вдруг началась резня. Все стены в крови. Словами ничего не исправить. Надо осмотреться. Дай знать, если что-то найдешь. Я поговорю с остальными. Может, кто заметил больше, чем я? Королевский гамбит. Следующий квест. Который мы будем выполнять в следующей серии. Я на этом не заканчивал. Спасибо, что досмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте в ВКонтакте. Пишите в комментариях. Все время продолжать.